Геопарк Янгантау, который располагается в Салаватском районе Башкирии, получил международный статус. Об этом объявил Радий Хабиров. При этом предложение о присоединении ко всемирной сети ЮНЕСКО обсуждалось задолго до создания самого геопарка. Приезжала к нам в республику Башкортостан делегация ЮНЕСКО. Это было при главе республики Хамитове Рустам Закиевича. И там озвучивались вопросы о развитии у нас геопарка. После этого эта идея витала в воздухе. И в 2016 году тогда министром природопользования Ильдар Римович Хадеев предложил рассмотреть возможность создания на территории Салаватского района геопарка Янгантау. После этого в 2017 году создано санаторий Янгантау-подразделение Центр науки, образования и туризма геопарка Янгантау. Официальная дата открытия геопарка 18 октября 2017 года. На его территории есть и памятники археологии, и десятки видов растений и животных, занесенных в Красную книгу России и Республики. Собственный морской музей. Ежегодно проводятся фестивали и соревнования местных мастеров и умельцев. Несмотря на такое разнообразие, вошел геопарк в сеть ЮНЕСКО благодаря тому, что на его территории есть геологические объекты международного значения. Разрез Мечетлино, разрез Большая Лука и гора Янгантау, которая является геотермальным источником. Такого объекта на планете нашей, скорее всего, даже может быть и нет. В основном все геотермы, которые известны, они связаны непосредственно с вулканизмом. Геопарк Янгантау подразумевает под собой не только защиту этих объектов, но и преподнесение их в качестве научной образовательной ценности. Любой желающий приезжает в геопарк Янгантау и может познакомиться непосредственно в полной близости с любым геологическим или другим природным объектом. Помимо особых природных объектов, на получение всемирного статуса геопарка влиял и дальнейший экономический план руководства. По словам директора, сейчас основная цель – это дать работу местным жителям. Среди вакансий – должности гида, изготовители сувениров, продавцы и работники санатория. Кадры будут набирать так, как планируется и увеличить поток иностранных туристов. Но изменится ли при этом средний чек на отдых в Янгантау, пока неизвестно. Ну, пока мы цены поддерживаем на том же уровне, но пока сейчас заглядывать вперед, знаете, вот с этим кризисом что-либо сказать тяжело, гадать не будем. Но мы планируем, во всяком случае, пока, при наличии возможности, пока ничего не менять. Международный статус Янгантау может сделать Башкирию известной не только в научных кругах. Также директор геопарка отмечает, что встречи с коллегами из других стран помогут перенять европейский подход к управлению. Приезжали очень много мировых звезд именно в области геологии. Они ознакомились с геологическим разрезом, с иными нашими объектами и вырезали большой интерес, готовность к совместной работе в изучении. Мы ездили уже на международные симпозиумы, международные совещания глобальной сети геопарков. Там выступали, то есть обзавелись уже, скажем так, знакомствами, определенными дружественными связями. Даже наладили уже партнерские взаимоотношения с определенными геопарками. То есть о нашей республике уже знают за рубежом, уже будут слышать и знать, чем привлекательна наша республика. Через 4 года международный статус геопарку будет нужно подтвердить. Комиссия оценит уровень проведенной работы и увидит, развивается ли охраняемая туристическая зона. По словам Радия Хабирова, сейчас на очереди создание еще одного геопарка, который также представлен на рассмотрение комиссии ЮНЕСКО. Расположится он у подножия горы Таратау. Эльна Рахасанова, городской телеканал ЮТВ.